а мы встали сейчас надо сгонять в деревню собираем малышку сейчас уже выходим и завожу надо еще эти купить не забыть таблетки для нюши я отвез эмили и алину к алининой маме теперь возвращаюсь там по пути было зоомагазин надо купить нюши там вот это то что ну вот фотку прикрепляю типа непонятно что это у нее вообще такой но это типа не решай потому что у кошек решая решая не дал не в первую очередь он в общем надо купить лекарства таблетки а получается проехали проехали мимо сейчас надо вернуться у меня всего 600 рублей и мамка просит еще купить корма для кур ох не знаю за корма то она передаст денежку на что их покупать сейчас короче история такая не получилось купить преднизолон то вообще аптечный препарат я вами говорю ты хоть сказал бы хоть в аптеке искал бы готовит не подумала вот другого тоже нету и там миллиграммы не совпадают даже если вы был преднизолон гранат 3 миллиграмма на грешу такой 3 миллиграмма типа у нас есть бывает иногда нам 30 40 50 всякие такие ну большие игру не надо 3 вот короче сказал это мамки она вертла на буду уточнять завтра горы сама поеду в город типа тогда уже сама попробую купить все карта выезжаю сейчас я корма надо есть захватить будет все диалог поздно 4 4 30 где-то взял пончиков адрик раз попить тоже спать хочешь чипсики на вечер иметь вот такую палочку из дешманского достать товара но сейчас денег вообще просто нету но хочется малышки сделать приятно блин она шатается ну ладно я что-то не заметил там этого ой все сломалась сломалась палочка делаются я выбрал нормальная была как оттуда я знаю где чё шатает надо да чтоб проверить его ну блин план еще сделаем не проблема вас на термоклей все на термоклей и взял еще пакетики потому что мне надоело что я бросаю мусор как бы туда а потом я оттуда вы ковыриваю поэтому я думаю что я придумал я туда буду вставлять пакетик и власть мусор же в пакетик и брал выбрасывать пакетик будет не помойный ведрок но все ладно погнали он сразу вставил вот так вот получилось короче боюсь то что вся дверь откроем может улететь может быть знаешь какие-нибудь типа скобочку бы хоть одну бы а лучше 2 вот так вот раз скобочку сюда раз отдел и так пока приехал грамма покупать на 1900 получилось не знаю видно что-то или нет вот склады сейчас подъедем набегать на все короче нюш стоит не повезли ветеринарку пока что на таблетках думаю вывезет таблетки тоже не купил потому что написали фигню какую-то блин в обычной аптеке покупай который нигде нет у меня собаку жалко эти типа надо их не знает это кто-то подделал потому что кто-то лазит постоянно к нам ходят вот этот соленый вот тоже нас это немножечко раздражает то что к нам все ходят туда в наш двумик который нам дали домик и в этот домик все ходят на хрен не понятно то бабушка зайдет так посмотрит так все ли не все ленту кенюки ладно то мама зайдет зачем-то туда то еще что-то зачем вы туда ходите вон она вот эта тыква лежит блин ё-моё надо ей сказать может забрать надо вы ничего не видели так тут зеркала у нас нету эту штучку мне надо взять это для камеры стеклышки там вот видишь вот трещина вот это вот на этом стеклышке на экранчике который эмилька обычно смотрит и говорит эми все он закрываем ключ один поэтому мы ключ оставляем здесь потому что маленькая противопожарная безопасность да то есть что-то забыли выключить или еще что то то есть но мало ли что чтобы мамка могла как бы открыть проверить выключить потому что мы-то выезжаем приезжаем мы наездами приехали уехали приехали уехали поэтому ключ оставляем здесь мама этим активно пользуется берет заходит потом мне пишет ну я там зашла я у вас нашла то-то я видела то-то короче я там убрала это я не знаю зачем вам это но вот так вот короче зачем ты вообще-то лазила я не понимаю на смысл она раньше не была такой наоборот как бы мы с братом всегда знали типа то что вот мамку у нас особенно то что она никогда не будет там лезть какие-то личные дела и все в этом плане но старость видимо меняет людей немножечко и она как бы не со зла это понятно но блин и неприятно же ну вот про что я говорю когда кто-то лазит и доставит ее вот так я не знаю почему они оставили вот в эту штуку я упираю эту хренатурину поэтому кто-то лазит конечно же вообще непоколебимо но все возвращаюсь домой полетал немного на квадрике вот пару кадров буквально 5 сек принципе все ок все понравилось но конечно в управление стремно вот я летал возле парников взлет и посадку осуществлял и как будто сейчас он в парни кого-нибудь пиндюрится и когда-то воздух поднял в принципе ты спокойно себя чувствуешь да но переживаешь за деревья за провода то что сейчас где-нибудь он зацепится и хана поэтому стараешься держать его повыше а повыше не интересно вот ну а так короче долетел до плотины типа как эксперимент потому что ну летом я планирую его как наблюдательный пункт такой использовать а то есть так до плотины раз долетел а глянул на мостике queen купается или нет если нет пошел искупался если купать подождал через полчасика опять полетел посмотрел а можно как бы ну хоть примерно там я думаю даже с дороги если его повесить уже видно было будет есть там кто-то или нет ну а естественно мне проверять ходить это не отчитывая и до самого моста дойти чтобы я увидел есть там кто-то или нет то есть но разница реально колоссальная и что мне езд 난 не понравилось в нем это то что он почему-то так дребезжит немного он так как то бю-бю-бю-бю-бю-бю-бю-бю, и страшные звуки издает. Иногда. Когда он только взлетел в первый раз, он сразу начал эти страшные звуки издавать. Я думаю, ну, блин, я это никак не исправлю. Типа, давай, либо ты сейчас починишься, либо ты сломаешься, и все. Как тебя не было, так тебя и нет. Потому что я его нашел. Ну, не я. Моя мама, она, говорит, там валяется, говорит, что-то какая-то штука, говорит, иди посмотри. Я подошел, смотрю квадрик, блин, нифига себе, какая-то штука у нас на участке. Вот. Поэтому я его восстановил, можно сказать, пропеллеры на него купил, и пульт вот этот вот к нему купил. И вот это был первый его запуск, как бы, я говорю, вот, не очень. Потом я его погонял, я ему по максимуму дал в высоту, и потом у нас сброс тоже по максимуму, и он, ну, лучше уже стал. Ну, господи, чё, мы каждый день куда-то ездим? Ну, звездос. Я не работаю, но я работаю. Каждый день, причем завтра типа сок. Давтра сок? Без детей, да. Ну, окей, типа, хотя бы сок с мочой, уже хоть что-то. Сок это спортивно-оздоровительный комплекс, если что. Я просто поняла, что это позже. Ну, я тоже не сразу не понял, кстати. Сок с мочевой. Подожди, ну а мочу доскать надо сдать? До десяти. Ну так, время два часа ночи. Так что так, ладно. Ну. Ну.